Здравствуйте, друзья! Я вам сегодня расскажу очередной анекдот, который у меня родился почти в полность 15-16 января. Давайте сюда идём, 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 бац! Мы пришли, друзья! И теперь вы видите кое-что самое интересное, что я вычислил в этом анекдоте. Это опять касается моего любимого правительства, под руководством Дмитрия Анатольевича Медведёва, вы его все знаете, очень хороший человек, он даже президентом у нас был однажды, протопонт от него никакого, но был, был, ладно, друзья, это я вот вам опять о пенсии. Видите, вот цифра, 3,7% это настолько индексировалось нынче в январе, пенсия, о которой с такой величайшей помпой пела наша пресса и телевидение, в интернете тоже. У нас это любят говорить, как они помогают нашим пенсионерам, как они заботятся, разные медведи о пенсионерах. И вот смотрите, теперь дальше, вот процент. Я произвел расчеты самым примитивным способом, понимаете, самым простейшим способом, друзья. И чтобы вам было не совсем горько, а весело, я все это решил объяснить. Вот значит, 3,7% от 10 тысяч, это 370 рублей, правильно? Каждый может это высчитать. Вот от 1000 до 37 рублей, правильно? От 100 рублей 3,7 рубля. Поскольку пенсия у меня была, вот видите, 11300 рублей, да, и должно было быть, вот я высчитал, смотрите, 370 прибавить, 70 прибавить, 11 рублей, вот здесь будет, на 300 умножить, 3,7 умножить на 3. У меня было 11300 рублей, моя пенсия была. И я прикидывал, у меня было, должно было быть 11718 рублей. Ну, думаю, ни хрена себе. А про цены я вам там в первом анекдоте рассказывал. Это было очень смешно. Они вот увеличились выше этой цифры, да, на 200 с лишним рублей. Но я взял самое основное, я все не брал цены. Я самые основные расходы взял. Это все, значит, у меня пенсия повышилась в месяц на 418 рублей, а расходы у меня там выходили на 600 с лишним. И то я взял самые необходимые наценки. Итак, друзья, и вчера почти в полночь приходит, наконец-то, смс-ка по телефону. Представляете? И я открываю радостный. И смотрю, пришла пенсия. Вот, 11558 рублей. Представляете? Круто. А должно было... Итого у меня получилось на 258 рублей повысили всего. Представляете? Я, конечно, долго ржал, как Мерин из конечни, Александра Невзорова. Потом я все-таки решил посчитать. Как так? Я считал, что у меня на 418 рублей должно было посчитать. Но у меня... Я взял и на калькуляторе, который в телевидении тоже высчитал. Представляете? И у меня получалось вот там 420. Ну, не важно. Друзья, копейки мы не будем считать. Итого, друзья, я подумал, а как же так? Почему тогда на 258 всего? И понял, друзья, я понял, почему это. Потому что в пенсионном фонде Российской Федерации сидят точно такие чиновники, как и везде. Представляете, везде в наших учреждениях. И они имеют привычку... Наши деньги... Неудобно даже сказать, друзья. Ну, я скажу. Потому что я человек простой. Говорю всегда по-простому. Понемножку воровать. И вот они каким-то образом... У меня... От 418... Которых должны дать... Дали 258. А остальное украли. Ну, я человек добрый. Можно сказать щедрый. Я их просил и подумал. Да у них же дети. Представляете? И они гораздо моложе меня, пенсионера. У них потребности больше. Представляете? И вот, друзья, давайте вместе с вами поржем, посмеемся над тем, как красиво воруют у нас чиновники в пенсионном фонде. Там, кстати, огромные миллиарды украдываются. Представляете? Ой-ой-ой. А то, что я... У меня даже в мыслях нет подумать о какой-то совести. О постадить их. Это бесполезно. Понимаете? Дело в том, что я вам напомню, в России испокон веку была коррупция. Ну, это казакрадство по-нашему. А почему? А потому, что сам чиновник, он и не хочет воровать. Он честный. Но у нас в России до сих пор, начиная от царя Гороха, какого-то одного жадного, который не захотел губернаторам платить и всем чиновничьему аппарату, он им сказал, кормитесь. А это значит, они должны сами себе назначать все остальное. Но сейчас, правда, есть, конечно, у них окладики там. Но я просто слышал такое, что некоторые чиновники за зарплатой вообще не ходят. Понимаете? Некоторые по совести своей, некоторые за лень своей, а некоторые вообще не считают эту сумму, которую они имеют от нас с вами, они им западло, понимаете? Ходить, зарплату брать там 40-50 тысяч. У него гораздо больше. А то, насколько больше, вы сами знаете. У нас чиновники есть, которые попадаются, попадаются те, которые не поделились с вышестоящими. Вот. Вы сами знаете, какие-то там сома, ой-ой-ой. Но мы, друзья, я вас всех призываю не завидовать им никогда в жизни. Черт с ним, друзья, и на 250 рублей проживем. Это у меня по 30 рублей булка хлеба. Ну ничего, некоторое время я могу пожить. Спасибо за внимание. Переживайте мой анекдот.